Сегодня на форуме время кино у нас гостевой мастер-класс. В конце года совершилось такое интересное событие. Казанские проекты на питчинге в рамках Санкт-Петербургского форума получили достаточно высокую оценку. И был такой проект «Пувырга», который получил первое место. Мы его представляли, нам было очень лестно, приятно. И сейчас наш гость — это эксперт питчинга. Он был как раз в том же экспертном совете, на том самом питчинге, где была представлена «Пувырга», фильм «Кире» и «Леша, который хотел стать горьким». И нам очень приятно, что Николай Ларионов, который сейчас проведет с вами этот час, он очень тепло отнесся к нашим проектам, сказал, поэтому вот почти родной человек. Встречайте, говорите, будете о прокате и много чем интересном. Спасибо, добрый день. Меня, так понимаю, представили, но я еще чуть, наверное, подробнее расскажу. Я продюсер в кинокомпании «Марс Медиа», кинокомпании, которая делает телесериалы. Ей 5 лет. Ее возглавляет Рубен Деждишан, у которого была кинокомпания «Центровый партнершип». Она крупнейшая и первая фактически. Теперь «Марс Медиа» 5 лет. Компания делала сериалы и продолжает их делать. В частности, там гостиница «Россия», «Золотая Орда». В основном те, которые идут на Первом канале. И сейчас, ну не сейчас, но последние пару лет мы активно развиваем полнометражное кино. Потому что очевидно, что есть тренд и рост полнометражного кино. Я об этом чуть позже подробнее расскажу. И вот из проектов кинокомпании, из последних, это фильм «Землетрясение». Такой был фильм-катастрофа «Аритмия». Наверное, кто-то видел из вас фильм «Победил на Кинотавре» и, в принципе, неплохо прошел в прокате. Фильм «Жги» Кирилла Плетнева, актера, его режиссерский дебют. И «Звезда» Анны Меликиан. И вот ближайшие фильмы в этом году выйдут. Т-34 про побег на танках. Такой будет масштабный фильм, выйдет на дате движения вверх. И другие фильмы с Данилой Козловским. Будет романтическая драма, история любви такая очень яркая. Будет через пару лет новая экранизация «Мастера Маргариты» и так далее. Собственно, это вот кинокомпания «Марс Медиа». Также я состою в сценарной группе Фонда Кино. Поэтому, если будут вопросы, связанные с господдержкой, я хоть и не внутри, как бы не чиновник, но какие-то вещи, если кому-то интересно, я могу рассказать. Потому что, ну, там, организация Фонд Кино, она, конечно, так, ну, на слуху. И среди… ну, зрители простые вообще считают, что это какая-то отдельная кинокомпания. Там у «Бэт Комедиа» как бы там своя точка зрения. Ну, в общем, если будут вопросы, могу рассказать про эту часть российского кинобизнеса. Я тему взял такую довольно широкую. Наверное, я не буду подробно говорить про проекты кинокомпании «Марс Медиа». Ну, вот я как бы озвучил то, что вышло, то, что выйдет. Мы стараемся быть как бы в тренде, в тренде как бы того, что сейчас востребовано зрителям. Но понятно, что как бы это всегда как бы такая игра, риск, за счет чего многие любят заниматься кино, потому что тут как бы нет стопроцентной предсказуемости, кто бы что ни говорил. Я начал с того, что сейчас идет, наблюдается рост посещаемости, успеха российского кино. Но это действительно такой тренд, наверное, последних пары лет прошлого года. Ну, фактически, да, современный российский кинопрокат, там вот полноценный мультиплекс, широкий прокат, очереди указ кинотеатров, наверное, он там стартовал с ночного дозора, соответственно, там 13 лет назад. И вот за эти 13 лет, в принципе, ну, по большому счету, довольно маленький период, особенно в сравнении с Голливудом, потому что там полноценная киноиндустрия в том виде, в котором она есть сейчас. Она стартовала с выходом «Звездных войн», с выходом фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. И вот когда появились там чуть позже мультиплексы, попкорн, долби, широкий экран, IMAX чуть позже, то есть как бы индустрия развлечений. Понятно, что кино как бы больше 100 лет, но именно вот с точки зрения как бы индустрии зрелища, Голливуд, вот, наверное, там, начиная со «Звездных войн», фильма «Челюсти», то есть это было там, ну, там, более 40 лет назад, а у нас 13 лет. Поэтому, конечно, ну, это как бы фактор, который нужно учитывать. И вот там прошло 13-14 лет, и сейчас уже качество фильмов, оно, наверное, я имею в виду зрительских массовых фильмов, потому что, если говорить про авторское кино, безусловно, авторы, это такое понятие вне времени, да, вне, наверное, оно все равно взаимосвязано с индустрией, потому что кино — это процесс как бы совместный, кино не сделает один человек, даже если это Андрей Звягинцев, все равно у него есть оператор Кричман, все равно у него есть актриса Лядова, все равно у него есть сценарист Олег Негин, то есть это всегда как бы такой работа команды, да, как бы режиссер, он очень важен, он этим всем управляет, у него свое видение, замысел и так далее. Понятно, что авторское кино, оно как бы, ну, там, и в 90-е были, там, и Кира Муратова снимала, Алексей Балабанов, и там, и Германа был фильм, там, режиссер еще советский. Ну, если говорить про индустрию, то, наверное, да, вот 13 лет, Голливуд — 40 лет, это как бы существенная разница. Второй момент, конечно, раз уж эти параллели проводить, наверное, вопрос бюджета тоже нельзя не затронуть, потому что, например, поддержка, господдержка российского кино, именкульт и фонд кино, вот вся эта господдержка, она сопоставима с бюджетом одного голливудского блокбастера. Ну, то есть вот сейчас я не знаю, что там идет в кинотеатрах, ну, там «Черная пантера», например, да, которая там, наверное, еще идет. Вот бюджет «Черной пантеры» — это вот бюджет всей российской как бы господдержки. Поэтому, конечно, это тоже там как бы влияет с точки зрения зрелищности, но тем не менее, да, несмотря на все вот эти вот факторы, которые как бы, ну, они объективны, качество российских фильмов постепенно растет, и это сказывается на вот таких показателях, да, абсолютных. Например, в прошлом году в 17-м российские фильмы заработали 12,5 миллиардов рублей при общих кассовых сборах в 53 миллиарда рублей, ну, то есть это там чуть меньше, да, миллиарда долларов. И общий кинопрокат показал рост в 9%, ну, по сравнению с 16-м годом, а российские фильмы показали рост в 50%. Ну, то есть это как бы, да, такая существенная разница, ну, как бы 9,50. Плюс доля российского кино, да, вот о чем все время рапортует тот же фонд кино, там чиновники, для них это важно, это такой вот показатель эффективности, да, вот у чиновников, у них же должны быть какие-то мерила их работы. Вот доля российского кино, она была 25%, то есть это четверть, то есть каждый четвертый билет в российских кинотеатрах был куплен на российский фильм. Раньше эта доля была 15-17%. И, в принципе, там, в сравнении с другими странами, это уже вот 25%, четверть. Это уже вот, ну, уровень Германии, даже выше это уровень Испании. Наверное, по-прежнему недосягаемые азиатские страны, Китай, Южная Корея, Япония. Потому что, ну, там, в силу, конечно, ментальной составляющей, ну, в Китае это вообще квоты на голливудское кино. Ну, понятно, что, как бы, корейцам, китайцам, как бы, их локальное кино, оно во многом ближе. Но есть еще Франция, да, отдельная история, там тоже доля выше нашей, порядка 35%. И, ну, французы у них, да, они кино считают это своей, как бы, ну, своим видом искусства. Они считают, что кино это вот, ну, вот, как канадцы про хоккей, а не про кино. 25%, рост 50%, и, ну, вот это, это закономерность, да, это вот цифры сейчас, вот на данный момент, вот на сегодняшний день по итогам 2018 года, он продолжается, там, сколько, вот, январь, февраль, март, доля 50% российского кино. То есть это вообще, как каждый второй билет, был куплено российское кино. Ну, понятно, что движение вверх, 3 миллиарда рублей, второе место после Аватара, пираты Карибского моря где-то там далеко позади. Но, тем не менее, да, один фильм, но это тоже, как бы, это тоже вот показатель, да, что на российский фильм пришло, там, больше, там, 14 миллионов зрителей. И, ну, собственно, про это я тоже хотел рассказать, да, про какие фильмы успешны, почему они успешны и что будет происходить дальше. Ну, если говорить, опять же, про этот год, да, вот «Движение вверх», «Рекордсмен», дальше фильм «Лёд», который фактически там вышел следом. И мы, например, делали по своему фильму, вот по этой романтической истории, на прошлой неделе фокус-группы, когда собирали зрители в кинотеатрах, и, ну, чтобы пока ещё монтаж идёт, мы собирали мнения простых зрителей разных возрастных групп, гендерные, там, как бы, мужчины-женщины, 13-16, 16-25, 25-36. И они заполняли анкеты, и там практически, там есть такой пункт, назовите ваши любимые фильмы, и люди называли «Лёд». Ну, то есть практически все фильмы «Лёд» видели, которые пришли на фокус-группы. Ну, это всё равно аудитория более молодёжная, конечно, потому что у нас фильм тоже молодёжный, будущий, который выйдет осенью. И называли, понятно, что во многом люди, как бы, ну, пишут, там, что последнее видели, да, что на память приходит, а они там три указывают, но тем не менее показательно, да, и вот движение вверх, лёд. Сейчас вышла комедия «Я худею», которая тоже преодолела рубеж в 550 миллионов рублей, это тоже успех. Вот там три больших успеха этого года. Понятно, что есть ещё новогодние истории традиционные, да, вот там франшиза анимационная про богатыреи, франшиза про ёлки, то есть это вот то, что зрители смотрят, ну, как традиция, да, это салат Оливье, не знаю, как ирония судьбы по ТВ для старшего поколения. И, ну, собственно, вот то, что происходит, я как раз про эти тренды хотел рассказать и, ну, собственно, подискутировать, да, если будут вопросы какие-то, потому что, я так понимаю, что у вас больше, как бы, да, специализация журналистика, пиар, поэтому, возможно, кому-то больше будут интересны вопросы не… ну, вопросы маркетинга, да, вопросы пиара. Ну, вот если говорить про фильмы, да, вот что объединяет успешные проекты, успешные проекты этого и прошлого года, я имею в виду российские, это «Движение вверх», это «Лёд», это «Салют-7», это «Время первых» два фильма про космос, это «Притяжение», это «Последний богатырь», чуть раньше был до этого «Экипаж», еще до этого была «Легенда номер 17», ну, то есть пошли так называемые, да, фильмы-события, как их называют, ну, как их называют в индустрии, фильмы-события, они становятся событием, про них говорят, про них знают. Ну, закономерность, которая как раз из области маркетинга, из области пиара, вот почему они, как бы, фильмы-события, в чем их событийность? Событийность в том, что большинство из них поддерживают федеральные телеканалы, ВГТРК, либо Первый канал, да, то есть получается, что вот такие большие-большие успехи, они, ну, наверное, к сожалению, невозможны без телеканалов, ну, там есть исключения, про них тоже скажу, но и к счастью, что телеканалы наконец-то стали поддерживать, у них там своя экспертиза, и, ну, вот, «Движение вверх» поддерживал ВГТРК, экипаж ВГТРК поддерживал, фильм «Лёд», «Последний богатырь» тоже Первый поддерживал, «Викинга» на время первых в меньшей степени, ну, то есть вот эта вот событийность, она создается, ну, вот, при помощи телеканалов, да, телеканалов, они эффективны по-прежнему, несмотря на то, что, ну, все, многие, да, говорят, ну, у меня дома нет телевизора, я его там не смотрю, все в соцсетях, но, и такой большой поток информации, но все равно, как бы, да, там, и успех этих фильмов, там, я не знаю, там, и явка на выборах, там, например, да, то есть из области политики, все равно телеканалы, как бы, вот, федеральные, они по-прежнему продолжают, да, немножко, наверное, изменился формат просмотра, в том плане, что кто-то может смотреть телевизор фоном и в планшете, там, читать новости, либо на смартфоне листать какие-то там подписки, но при этом все равно телевизор фоном, и телевизор все равно, как бы, ну, оказывают, оказывают воздействие, и люди доверяют. Ну, вот, ВГТРК. Безусловно, конечно, качество, качество фильмов тоже, тоже имеет огромное, огромное значение, ну, собственно, это главное, да, качество, я имею в виду, с точки зрения, ну, вот, массового зрителя, потому что понятно, что у нас у всех разные взгляды и вкусы, но вот есть какие-то там оценки на кинопоиски, есть экзит-полы в кинотеатрах, и вот эти фильмы последние, российские, они, собственно, ну, у зрителей вызывают положительную реакцию, и, соответственно, доверие, которое когда-то было подорвано, вот, например, режиссер Гердичев, который сделал «Движение вверх», он когда к нам приходил, он говорил, что когда выходил у предыдущих фильм «Метро» компании «Профит», это было, по-моему, года три назад, и, ну, бренд российского кино, доверие к российскому кино, оно как бы находилось, ну, намного в более худшем положении, и он сам видел, когда зрители указ кинотеатров, а, российский фильм, ну, нет, не пойду, когда на том же кинопоиске рейтинги и ожидания были ниже, сейчас, наоборот, есть вот какой-то, да, вот такой подъем, и, ну, собственно, он закономерен в том плане, что качество действительно стало выше, тот же фильм «Движение вверх», он сделан, там, особенно третья его часть, технологически, но вот на уровне действительно достаточно высоком, это подтверждает международные продажи, тоже еще один тренд, что российские фильмы теперь выходят в прокат и в других странах, и за них платят минимальную гарантию выше, это вот, ну, как бы то, то, что, то, что есть, качество фильмов, оно стало выше, и оно стало выше во многом, потому что вот эти пресловутые «13 лет», да, режиссеры, ну, Мигердичи снимал «До движения вверх метро», «До метро» снимал «Темный мир», «До темного мира» снимал «Бой с тенью 2», то есть к пятому фильму он уже, как бы, ну, нарастил творческую мускулатуру, технические специалисты тоже у них выросли, но самое главное, что сценарий, как бы драматургия, что очень важно, да, для фильмов, так получается, что вот «Движение вверх», «Я худею», «Легенда номер 17», «Экипаж», там, один из авторов сценария это Николай Куликов, то есть один автор, который, ну, вот он, как бы сценарист на миллиард, да, как бы, при том, что он, как бы, стендап, стендапер, да, он стендапом занимался, но, как бы, сценарий, как бы, ну, безусловно, это, там, отправная и очень важная, как бы история, потому что даже если есть зрелищность, да, как, например, в «Притяжении», но многие, многие «Притяжение» там не нравятся, как раз из-за каких-то драматургических огрехов, а когда вот сходится, и поэтому, возможно, когда выйдет, там, «Притяжение 2», оно уже соберет меньше, а может быть, оно соберет больше, потому что во второй части, ну, все, как бы, работа над ошибками, если они были, там, да, она будет сделана, и, вот, как бы, качество, так, совместный, там, процесс, там, Николай Лебедев, да, у него до фильма «Легенда номер 17» «Экипаж», был фильм «Волкода», который менее, как бы, да, успешный, там были другие фильмы незаметные, есть, как бы, талантливые дебютанты, ну, например, я не знаю, там, Алексей Нужный, да, который сделал комедию «Я худею», ну, в принципе, там, до сериала «Ольги» первого сезона, это, фактически, ну, там, у него не было больших и крупных проектов, и, собственно, это вот повышение качества, оно, как бы, ну, оно происходит, и я думаю, что оно дальше, дальше оно будет прогрессировать, потому что, ну, понятно, что зрителям хочется смотреть кино про себя. И это, на самом деле, наверное, вот, ключевой момент восприятия, потому что всем, и об этом тот же Куликов постоянно говорит, что всем хочется видеть на экране не каких-то выдуманных героев из параллельной реальности, как бы далеких от, далеких от нашей жизни, а тех, кто нас окружает. Это не обязательно фильм «Горько», да, где, как бы, трэш-угар, свадьба, быдло и так далее. Как раз в фильме «Я худею», если кто-то видел или посмотрите, там как раз вот, ну, вот этот, я вот называю, наверное, эффект узнавания, он, в принципе, ну, вот он присутствует. Наша аритмия, которую мы делали совместно с СТВ, это тоже, это хоть как раз, там, авторское кино, арт-мейнстрим, но фильм заработал 90 миллионов рублей, это, там, 350 тысяч зрителей, то есть для такого фильма это, в принципе, очень много, там, наши ожидания были, там, ну, на уровне, там, 15 миллионов рублей. И как раз за счет, за счет качества, за счет, вот, сарафанного радио, которое стало формироваться после кинотавра, после других фестивалей, собственно, это вот, ну, и стало возможно. И потому что в аритмии, собственно, ну, зрители видят простую историю про пару, которая, ну, собственно, распадается, да, они расстаются, там, ему шлет смс, что пора, как бы, и вот, ну, это попало в какой-то, ну, там, я не знаю, нерв времени, все близко к, к реальности, я не знаю, как сказать, и, ну, собственно, поэтому зрители откликаются. Это, собственно, тренд, который происходит, ну, не только у нас по поводу эффекта узнавания, по поводу героев, которые, вот, ну, вот, там, здесь сейчас вокруг, например, хит нашего проката «Три билборда», который, к моему сожалению, не получил Оскара, как бы «Форма воды», на мой взгляд, тоже, там, фильм со своими достоинствами, но вот «Три билборда», они как раз, при том, что это делал, собственно, там, человек, там, британский драматург, да, и снял фильм про Америку, там тоже вот есть вот этот эффект, там есть герои, которые, там, здесь сейчас вокруг нас, там есть понятная человеческая история, там есть, там есть, как бы, настоящее, и такая, как бы, хорошая доза юмора, самоиронии, и, как бы, невероятных диалогов, которые он, как драматург, да, сюжетных, там, мини-поворотов, и зритель, конечно, несмотря на то, что, ну, так, если сказать, да, там, пересказать сюжет, понятно, что он, как бы, ну, наверное, у массового зрителя бы вызвал, как бы, ну, там, американская глубинка, там, дочь погибла, она там, что-то, какие-то билборды развешивает, какой-то там шериф американский, у него там болезнь, ну, то есть, все такое очень, как бы, ну, в пересказе социальное, мрачное, как у нас слово, да, часто употребляют чернушное, но, тем не менее, вот, если это делать с сильной эмоцией, с иронией, с какой-то надеждой, то зритель, конечно, хочет видеть на экране, причем на большом экране, переживать эту эмоцию совместно с, совместно с другими зрителями, вот, и, ну, собственно, это такой вот тренд, который, я думаю, что, ну, вот у нас, наверное, фильмы Каримова, наверное, можно, наверное, поставить там, неадекватные люди, когда выходили, сейчас он снимает продолжение, там фильмы Шамирова, то есть, когда вот, там, Бориса Хлебникова, когда происходит, когда сценаристы не высасывают истории с пальца, не придумывают что-то, во что бы зритель потом не верит, потому что фальшак, и, Good Story, как вот уже компания, которая делает телесериалы, они тоже, почему их сериал успешный, потому что, на ТНТ, потому что они, ну, собственно, коммуницируют, с людьми, ну, как бы с тем, ну, как бы с согражданами, я не знаю, с друзьями, со всеми, то есть, и там Ольга, и физрук, там реальные пацаны до этого, из которых, наверное, горько во многом выросло, это все, как бы, про, ну, про людей, и это очень важно, это очень важно, вот там завтра будет питчинг, очень важно, чтобы авторы, драматурги, режиссеры, все-таки, ну, не забывали про нерв времени, про реальные истории, потому что успех, ну, советское кино, да, если вспоминать, то, и почему оно до сих пор, сейчас, показывают рейтинги на ТВ, выше зачастую, чем там голливудские блокбастеры, потому что, ну, вот, наверное, на мой взгляд, по той же самой причине, что там были интересные характеры, взаимоотношения, человеческие истории, эмоции, там, фильмах Рязанова, Данелии, и других, как бы, классиков, там, и советского, и мирового кино, и сейчас это понятно, что немножко изменилось, формат смотрения, да, и поскольку я как раз начал говорить про кинопрокат, про кино, понятно, что вот фактор большого экрана, да, когда, и фактор просмотра активного, да, когда человек приходит и платит, там, 200-300 рублей за билет, если компаний, там, семью, это еще и больше, конечно, он вправе требовать, он избирателен, он вправе требовать не только, да, каких-то драматургических элементов, но и, там, зрелищности, юмора, это, как бы, и, наверное, там, те фильмы, которые человек смотрит по ТВ, или дома скачивает, или, там, там, благо сейчас развиваются онлайн-площадки, там, Иви, ОК, это можно все смотреть уже, там, на плазмах с большим экраном, как бы, легально, а, конечно, в кино, ну, вот, кино, чтобы он пришел, должна произойти событийность, событийность, это не обязательно ВГТРК, хотя, вот, для больших фильмов, к сожалению, ну, вот, или, к счастью, не знаю, телеканалы играют, как бы, огромную роль, но событийность, она рождается за счет, собственно, самих фильмов, когда они настолько побуждают дискуссии, что, ну, уже, как бы, ну, ты приходишь в школу, в университет, на работу, и коллеги, друзья обсуждают фильмы, и ты просто, ну, уже хочешь его посмотреть, чтобы понять, ну, о чем речь, какие билборды, как бы, да, нелюбовь Звягинцева, я не знаю, или там, движение вверх, да, то есть, первоначально, понятна реакция, когда позвали бы в кино, там, про баскетбол, про баскетболисты, понятно, что, там, женская аудитория, как бы, баскетбол, Америка, там, 70-е, как бы, это все не очень интересно, но когда в процессе обсуждения говорят, да нет, там так, там такая эмоция, там такой накал, там такая человеческая история, потому что движение вверх, оно же не про баскетбол, но про то, как тот же Куликов, Николай его формулировал, да, как он формулировал логлайн, как он формулировал хайконцепт, это история про то, что тренеру, вот в одно предложение, да, как это всегда, ну, как бы, работает, чтобы это было емко, четко, тренеру, чтобы спасти своего ребенка, сделать ему операцию, нужно победить американцев, чемпионов мира по баскетболу, которые никогда никому не проигрывали, да, то есть в этом сразу же, потому что это как бы реально событие, даже оставив за скобками реально событие, это тот же тренд, вот эти реальные события, Салют-7, время первых, легенда номер 17, ну, лед нереальные события, ну, Викинг, да, тоже в какой-то мере, но это тоже вот то, что тоже вот тема того, о чем я говорю, реальные события, даже оставив за скобками реальные события, вот в этом одном предложении, собственно, есть и человеческая история, отец-сын, в этом есть потенциальные эмоции, потому что, ну, это трогает, в этом есть интрига, да, получится, не получится, это внятно, это понятно, и, собственно, вот такие емкие, яркие, человеческие истории, лог-лайн, хай-концепты, они, конечно, очень важны для российских фильмов, причем, каких бы жанров они не были, или будь то драма духоподъемная, будь то фильм-катастрофа, конечно, всегда всем интересно следить за человеком, за отношениями, если это комедия, то понятно, что там зачастую мужское и женское, если это драма, то там еще шире спектр, и зритель, конечно, я думаю, что мы на самом деле еще даже недооцениваем потенциал, и вот те молодые ребята, которые сейчас учатся, которые там снимают короткометражки, у них на самом деле, ну, большой, большой простор, чтобы вот это ментальное, ментальное запросы аудитории, которые есть, он будет, ну, когда движение вверх, обходит, ну, там не аватар, да, но очень близко к нему приближается, когда я худею, собирает там в три раза, в четыре раза больше, чем успешная американская комедия. Вообще все референсы, все референсы, референсы, это фильм-аналоги, то есть то, что там похоже, зарубежные фильмы, российские, как правило, их превосходят, если вот происходит, происходит соединение всех этих элементов успеха, зачастую важен первоисточник известный, там, или это книга, или это комикс, если говорить про Голливуд, да, там очевидно, что там тренд Голливуда, он как бы, ну, даже не нуждается в какой-то вербализации, достаточно зайти в любой кинотеатр, и увидев там Мстители, Стражи Галактики, Тор, Человек-муравей, Хеллбой, масса, как бы, очевидно, там возрождение кинокомикса, ну, как возрождение, понятно, что Америка, сто лет, как бы, их культура кинокомиксов присутствует, ну, был тренд, вестерны смотрели, сейчас тренд кинокомикса, наверное, да, он сменится, там, лет через пять, когда зрители устанут, хотя многие школьники уже, ну, как бы, они вот в этой, в этом уже, как бы, ну, они на этом выросли, да, и очень любопытно, что получится у ребят из Петербурга, которые делают короткометражку, сделали короткометражку «Майор Гром», и будут делать, полный метр, потому что у них есть тоже свой, как бы, свои российские кинокомиксы, да, понятно, что это немножко другая, как бы, культура, но это тоже такой вызов, и я думаю, что вот как раз, да, был неудачный пример защитников, но там как раз, наверное, вот, не хватило, ну, самого главного сценария, наверное, ну, помимо прочего, вот, и понятно, что как бы всегда есть успешные примеры, всегда есть неуспешные, всегда есть люди, которые говорят, что я не видел ни одного приличного российского фильма, но как бы все равно от этого движения оно есть. Если говорить про тренды, наверное, я думаю, что уже, наверное, будет правильнее перейти к вопросам, потому что может быть то, что я говорю вам, и не очень интересно, есть какие-то наболевшие там другие темы. жанры, да, ну, безусловно, конечно, тоже один из трендов, причем общий мировой, он опять же идет от аудитории, от зрителей, высокая рождаемость, и сейчас есть очевидный запрос вообще на семейное развлечение, на анимацию, на семейное кино. Последний богатырь, вот там, была книга мастеров Дисней, российского офиса Дисней, не очень успешная. Сделали работу над ошибками, прошло пять лет, в партнерстве с компанией Yellow Black and White, которые, комедиографы, которые делали кухню, которые делали там отель Илеон, Супер Бобровых, и получился вот симбиоз, когда, в принципе, ну, семейная аудитория осталась довольна фильмом, и будет продолжение, я знаю, тут тоже есть редактор и продюсер этой кинокомпании, Yellow Black and White, которая завтра будет на питчинге, и понятно, что вот ночью видно, тренд, есть запрос на семейное кино, но опять же, ну, легко сказать, вот семейное кино, но это вот именно должно, как бы быть так, чтобы это кино было интересно и детям, и родителям, чтобы там был и юмор, и зрелище, и развлечение, и мифология, и яркие герои, и непредсказуемость, и вот, если говорить про анимацию, например, наша анимация, ну, действительно, очень востребована на международных рынках, высокие продажи, такие, как «Снежная королева», там, смешарики, фиксики, там, волки и овцы, то есть, качество 3D, ну, видимо, просто у нас есть, там, специалисты, студия «Визарт», например, она из Воронежа, которые делали с «Снежную королеву», ну, мельницы из Петербурга, то есть, есть, как бы, талантливые люди, которые, ну, вот, вообще, школа, наверное, программистов, школа художников, и, да, традиции прерывались в 90-е, как вообще, в целом, ну, с российским кино, но, тем не менее, подъем есть, да, понятно, что это не «Зверополис», не «Тайная жизнь домашних животных» и не «Гадкий я», но нужно понимать, что в Голливуде тоже на таких успешных примерах, кейсов, как «Зверополис», они бывают очень редко, да, есть, как бы, гений Pixar, но, кстати, в какой-то момент, ну, то есть, раньше, например, мультфильмы Pixar собирали невероятный бокс-офис по всему миру, в России шли очень средние, то есть, наши зрители очень спокойно смотрели «Рататуй», «Валли», потому что это, ну, было, ну, не знаю, слишком, там, я не знаю, может быть, взрослые, а там тот же «Мадагаскар» был успешен, и комиксы, кстати, тоже, в России, наверное, их всплеск произошел только, когда вышли «Мстители», когда объединили в одну вселенную разных героев, потому что я прекрасно помню 2008 год, когда выпускали там «Бэтмен. Начало», «Темный рыцарь» и дистрибуторы говорили, что наш зритель не будет смотреть на героя с ушами как бы в резиновом плаще, который с серьезным видом там вещает что-то. Ну вот прошло, сколько прошло, там, да, меньше 10 лет, и вот уже и «Пиксар» смотрят, и «Марвел» смотрят, и, ну, я думаю, что дальше это тоже будет происходить. Очень интересные два жанра для российского кино, мне кажется, за ними тоже будущее, это фантастика и хорроры. Объясню почему, потому что это два жанра, которые очень востребованы на зарубежных кинорынках, потому что, ну, потому что это какие-то, да, универсальные жанры, понятные, и с точки зрения компьютерной графики, опять же, наверное, это связано близко к анимации, наши специалисты, программисты, они вот достигли какого-то определенного уровня, понятно, несопоставимого с Голливудом, опять же, это вопросы бюджетов, многие специалисты уезжают в Голливуд и ту же анимацию делать, но тем не менее. И фантастика и хоррор, опять же, потому что это тоже непаханное поле, очень сложные жанры, чтобы одновременно была какая-то ментальная связь с Россией, и в то же время это был универсальный проект. Но, тем не менее, мне кажется, это, ну, может быть довольно любопытно. Давайте я отвечу на вопросы, если они будут, на темы, которые интересны. Если их не будут, если еще будет время, я, наверное, расскажу про господдержку, если кому-то интересно, и расскажу про промо, про элементы продвижения. Добрый день. Можно вопрос? Кристина, меня зовут. Вот вы сказали про тренды, можем поговорить. Таких два несколько противоположных тренда, потому что Голливуд берет именно историями про супергероев, как свой рынок, так и российский. А в российском, как вы сказали, тренд, что зрители хотят смотреть кино про себя видеть на экране невыдуманных героев. То есть вот почему такое совершенно противоположные тренды, и нашла ли Россия вот свою нишу этим неким трендом, что вот про реальных персонажей хотят видеть? Да, спасибо. Понимаете, какая штука, в Америке действительно, в Голливуде, ну вообще там эпоха франшиз, если посмотреть из 20 фильмов, там вот в прошлом году 20 кассовых фильмов, из них оригинальных там 5, да, то есть там каждый только четвертый. Все остальные это Дэдпул 2, там, короче, выйдет там Стражи Галактики, франшизы, комиксы, Marvel, в основном это экшн, фантастика, ну потому что зрелище, потому что огромные бюджеты, потому что тот уровень как бы эскапизма, эффектности, он как бы его очень сложно сделать, повторить не только в России, но и в других странах, да, там, ну китайцы, они делают, у них тоже бюджет там под 50-70 миллионов, ну и опять же не факт, что, ну они как бы очень ментально завязаны на свою территорию, и конкурировать с Голливудом на локальных рынках, как то Россия, там Испания, Португалия, там все территории, возможно, как раз вот то, о чем я говорил, ментально, ментальными какими-то историями, которые вот про нас, это не обязательно, чтобы был фильм, там, «Аритмия», да, или там фильм «Я худею», но это вот получается так, что это либо духоподъемные истории, да, про наших героев, жаль, что в основном взгляды устремлены в прошлое, и нет, мало фильмов про настоящее, хотя вот сейчас тот же Куликов написал сценарий «Огонь», и новый фильм «Тритэ» будет про пожарников, про МЧС, это было, да, я понимаю, до трагедии, да, но, понимаете, возможно, как раз часть, ну, задача, ну, задача фильмов рассказывать истории, но, если при этом приходит человек и видит историю про МЧС, про пожарников, в Америке выходил фильм «Дело храбрых», и он вдохновляется, да, как фильм «Топ Ган» был с Томом Крузом, где, собственно, летчик Том Круз и, ну, как бы, ну, это не, ну, то есть в хорошем смысле происходит воодушевление зрителей, в том числе юных, профессиями, которые важны, нужны, и в этих фильмах бы были некие ориентиры, моральные, в том числе, которые бы вдохновляли, потому что понятно, что уровень скепсиса, цинизма, он довольно высокий, и мне кажется, это правильное направление, вот эти вот духоподъемные, да, когда человек, несмотря на все трудности, которые есть в жизни у всех, он приходит в кинотеатр, и он видит историю, которая придает ему сил, и это как раз та ниша, в которой можно и нужно, ну, не конкурировать с Голливудом, как бы, не обязательно конкурировать, то есть у каждого есть, как бы, да, своя, это не спорт, где нужно победить в финале или в полуфинале, но и зрители на это, как бы, ну, у них есть запрос, поэтому, мне кажется, это не противоречие, а вот, собственно, вот, закономерность, что наиболее эффективны в России фильмы, не зрелищные, не кинокомиксы, не те, которые паразитируют и пытаются имитировать то, что Голливуд делает, там, 50 лет, что делают Спилберг и Лукас, ну, при всем уважении к нашим режиссерам, ну, ну, нет пока Спилберга, да, наверное, будет, я надеюсь, но, в общем, и поэтому, вот, вот, это не противоречие, закономерность, что ментально, историй про нас, они более востребованы, собственно, так же это было в советском кино, я очень так подробно, пространно ответил, но это такая тема очень важная. Извините, меня зовут Евгения, я бы хотела еще раз углубиться. Вы сказали, что фантастика и хорроры, они востребованы. За ними будущее. Да, за ними будущее, но вместе с тем сказали то, ну, сейчас, что именно история, они, ну, отклик. если взять хорошую фантастику, которая была в России, «Ночной дневной дозор», «Черная Волга», это было очень давно, но это действительно нашло отражение, потому что там была и фантастика, там были истории, там люди видели себя, потому что там реально Москва была показана, другие города, и прошло огромный период времени, действительно огромный, с тех времен, когда снимали эти фильмы, до нынешнего времени, и в чем проблема фантастики российской? Почему не стреляет, нету истории, действительно, которые цепляют людей? Ведь были же, ведь снимали, и действительно такой период можно выделить. Ну, тут опять же, да, видите, все упирается в качество, упирается в бюджеты, потому что фантастика, в отличие от хорроров, про них я чуть позже скажу, дорогой очень жанр, и не всегда это получается, потому что понятно, что успех Дозоров, он вдохновил, да, продюсеров, кинокомпаний, но дальше вышли Обитаемый остров, Запрещенная реальность, Вычислитель, там еще, наверное, пара фильмов, которые я даже сейчас не вспомню, и они как бы, ну, оказались, ну, просто плохо сделаны, да, если говорить, там, да, называть вещи своими именами, этот жанр, он требует, ну, во-первых, Дозоров был известный первоисточник, да, проза Лукьяненко, сейчас выйдет фильм Черновик, вот, летом, в конце мая, тоже будет любопытно, но мне кажется, он немножко уже в этом плане, возможно, я ошибаюсь, но будет сложно повторить успех Дозоров, потому что зритель всегда, это тоже, ну, это всегда было, это там со времен, я не знаю, там, древних, всегда всем хочется чего-то нового, каких-то новых эмоций, новых ощущений, и фантастика на самом деле, ну, вот есть там проза Глуховского, да, там серия Метро, например, тоже известные книги, но он, насколько мне известно, права продал Warner Brothers, как бы, то есть там, скорее всего, фильм будет, ну, вот уже там международный, то есть фантастика очень завязана на, на, вот, литературном первоисточнике, на мифологии, ну, вот есть, например, сейчас, я, поскольку в фонде кино, я знаю, что есть, вот сейчас будет на питчинге через несколько недель проект Часадей, это семейная, семейная серия книг, такая альтернатива Гарри Поттеру, ну, и вот, вот, права купили, там, да, вот будет книга, есть там книга, дом в котором, Петросян, например, но она принципиально не хочет права продавать, потому что она, вот, ну, там, я не хочу, вот, есть мой мир, не разрушайте его, не трогайте, не прикасайтесь, вот фантастика в этом, но я все равно убежден, что запросы на это есть, мы в компании разрабатываем сразу два, там фантастических проектов, но очень длительный процесс и с точки зрения подготовки, с точки зрения написания сценария, а хорроры, что касается хоров, это как раз вот то, что не требует денег, потому что, ну, вот успехи фильмов прочь, например, Get Out, которые на Оскар даже номинировали, там, бюджет 5 миллионов долларов, 200 миллионов Марвел и 5 миллионов, да, ну, это там успех фильмов, заклятие, астрал, ну, паранормальное явление, то есть зачастую это просто держится на найденных, там, найденных приемах, историях, хай-концептах, и сейчас у нас тоже хорроры появляются, их довольно много, на самом деле, в прошлом году в фонде кино было несколько проектов, ну, то есть не то, что несколько, обычным бывает их несколько, там, ну, условно, подается 100 сценариев, там, ну, 5 хорроров, а в прошлом году было 25, то есть, да, практически каждый четвертый, потому что вышли фильм «Пиковая дама. Невеста», ну, «Невеста» в меньшей степени зрителям понравилась, ну, существенно в меньшей степени, но, тем не менее, продюсеры увидели, что эти фильмы, там, ну, привлекают до миллиона зрителей, собирают 250 и больше, 200, 150, 250 миллионов рублей, при том, что стоить они могут, ну, существенно меньше, но хоррор — это крайне сложный жанр, потому что он, с одной стороны, должен быть о чем-то узнаваемым, наболевшим, да, то есть все равно нести в себе некую социальную, ну, не социальную, но некую все равно общественную, какую-то рану, что-то вот то, что людей беспокоит, потому что это же проще, например, гитау, да, он, ну, он там во многом про расовые проблемы, и поэтому, собственно, так как бы, ну, работает. Я как раз именно вот сейчас, пока на данный момент, ну, есть там фильм «Притяжение», да, вот были «Дозоры» тогда, там есть «Пиковая дама», я как раз прогнозирую, что в этом как раз, ну, будущее, в этом, это ниша, которая может, как и семейное кино, там, те же часодеи, выстрелить в будущем, потому что, ну, в какой-то момент, конечно, зрители устанут, ну, вот сейчас фильм будет про Стрельцова, был про Харламова, там, сейчас выйдет фильм «Тренер», два фильма было про космос, там, военный фильм, несмотря на то, что мы сделали военный фильм, понятно, что зритель, ему все время хочется новых ощущений, новых историй, новых героев, и как раз те ниши, которые еще не, не были успешными, в будущем они, наверное, будут, и вот это скорее про будущее, а почему, к сожалению, не бывает дозоров каждый год, но вот, я уже сказал, книги, опять же, тут очень, понимаете, какая штука, вот тоже по поводу литературных первоисточников, да, вот есть там тренд, например, детективы, вот каждый год в октябре, уже там последние 4 года, сначала девушка с татуировкой дракона, серия книг по Сигу Ларсену, потом исчезнувшая Дэвида Финчера, экранизация книги, потом девушка в поезде, снеговик, убийство в Восточном экспрессе, это вообще классик, понимаете, это все экранизации, и тут такая смежная, как бы смежная область, то есть кино, оно все равно зависит во многом, и когда я говорил про франшизы, что в Америке, в Голливуде очень много франшиз, но там и очень крайне много экранизаций, даже зачастую, когда мы не знаем, что это экранизация книги, но это снято по книге, Выживший с Ди Каприо по книге снято, Волкс Уолл-стрит по книге снято, большинство оскаровских номинантов, был один год, когда снайпер Клинта Исту, реальная история, про которую книга написана, там Охотник на лис, я уж не говорю, там Король говорит, и все исторические фильмы, то есть происходит взаимосвязь с книгами, и Голливуд, как бы его плюс, что вот он берет скандинавскую литературу, и он ее адаптирует, берет там Агату Кристи, там адаптирует, у нас детективы, ну вот Акунин, тоже это был примерно то же время, когда и Дозор, и Турецкий Гамбит, Статский Советник, больше к Акунину декоратору подходит, но это тоже как бы там исторический период, тут как бы очень взаимосвязь с литературой, литература у нас в большинстве своем, она конечно, ну она не маргинальна, она как бы, то есть слово арт-хаус, с точки зрения кино, вот литература, она вот если открыть все списки победителей, разных наград, там Букер, там Большая книга, и посмотреть, прочитать про что эти книги, кто автор, то это как бы очень маленькие тиражи, это все равно вот внутри, как бы индустрии для своих, и нет в этом плане для жанровых фильмов, нет подпитки, как это есть в Америке, в Европе, с точки зрения литературы, это такой отдельная как бы тема, но это тоже взаимосвязано, это что касается. Нет, так же метод, например, прекрасный детектив, сериал Метод с Хабенским, прекрасный детектив, и он не по книгам, то есть это показывает то, что может. Ну да, еще больше про полнометражные фильмы, ну да, бывают исключения, есть вот метод, да, но вообще детективы, да, они у нас больше на ТВ, я все-таки больше именно вот, ну про большой экран, хотя понятно, что настоящий детектив, и вообще сериал, это как бы отдельная как бы ниша, отдельная история, то, что происходит перетекание кадров из кино в сериал, это просто отдельно, поддельно можно об этом очень долго говорить, про там «Игру престолов», настоящий детектив, и так далее, и так далее. Меня зовут Кирилл, вот как раз таки про хорошее кино, действительно хорошее кино, и про литературу. Как вы думаете, новый фильм Виктора Гинзбурга, вот в ноябре он окупится, потому что такая история произошла, ну неприятно, в 2011 году, когда у них «Generation P» вышел, фильм вышел не совсем на массового зрителя, потому что, ну вот они позвали Владимира Епифанцева на главную роль, который со времен «Зеленого сло» никому не нужен, а в этот раз они «Оксимирона» позвали антагонистом, то есть должно же зайти или нет? Я думаю, что точно будет успешнее, чем «Generation P», потому что сама тематика более универсальная, широкое кино про вампиров. Понятно, что Гинзбург сделает это, опять же, там, арт-мейнстримом, арт-бастером, то есть там, я потому что читал, там, одни из старых версий сценария, но Пелевин, в принципе, он писатель, по поводу, кстати, литературы, да, у нас есть, да, кто останется в истории, наверное, через 50 лет, ну, наверное, Пелевин, там, Сорокин, да, и Сорокина экранизировали, Пелевина тоже, вот, второй фильм, но они все равно, ну, как бы, ну, очень сложные, уж, для совсем, да, простого зрителя, и что касается этого фильма, я думаю, что он, безусловно, будет успешным, что касается, ну, потому что это фантастика, вампиры, да, это будет эстетский взгляд на эту тему, это не будет фильм «Сумерки», и даже не «Блэйд», это будет, вот, скорее, выживут только любовники Джима Джармуша, это вот будет туда, только, только более, ну, масштабно, с какой-то, вот, с черной сатирой, черный юмор, что касается «Оксимирона», я, честно говоря, не очень верю в, ну, вообще у нас институт звезд, понимаете, ну, есть Данила Козловский, да, есть там Хабенский, Машков, но все равно все решает фильмы, если, как бы, если человек видит, что фильм ему не интересен, с точки зрения истории, с точки зрения, как это сделано, кто бы там не играл, ну, как бы, зритель в кино уж точно не пойдет, да, потом, может быть, посмотрит, где-нибудь, дома. «Оксимирон» — это любопытное, это любопытное решение, причем, скорее всего, я думаю, что с художественной точкой зрения, а не с кассовой. «Оксимирон» — «Злодей». Да, наверное, это даст какой-то приток аудитории, которая смотрит батлы, «Оксимирона» с гнойным, который там побил все рекорды, и которая с гор-горац как бы слушал, но я не думаю, что вот условно, там, сколько в ютубе у подписчиков «Оксимирона», там, миллион, наверное, да, что вот этот миллион придет на Пелевина. Я думаю, что, ну, хорошо, если придет 100 тысяч, но, тем не менее, это все равно, это интересно. Меня, конечно, вот просто как зрителя, это провоцирует и вызывает интерес, но, с другой стороны, если бы там не был «Оксимирона», я бы все равно этот фильм посмотрел, я думаю, что это будет, что он соберет раз в два больше, чем «Generation P». Добрый день. Меня зовут Наилия, студент четвертого курса. У меня был к вам такой вопрос. Прежде всего, хотелось поблагодарить вас за интересную информацию, но касательно фонда кино все-таки. Как вы смотрите на продукт-плейсмент фильмах? Вот, например, фильмы Жоры Кружевникова или Тимура Бекмамбетова, они очень сильно пестрят этим. То есть, как бы фильмы поддерживаются фондом кино, и помимо этого, еще присутствует большая, большая реклама в фильмах той или иной продукции. Вот, как вы смотрите на это? Нужно ли как-то ограничивать, вводить какие-то рамки? Ну, это интересный вопрос. наверное, был еще вот сейчас фильм вышел, не знаю, кто-нибудь смотрел, последняя часть, о чем говорят мужчины. Вот там просто нон-стоп, там доходит до смешного, там герой стоит, и перед ним меняются в рекламные слайды, они играют в игры, причем сюжета никак не оправдана, то есть, там вот, наверное, это вел как раз первым, наверное, Тимур Бекмамбетов, который пришел из рекламы, и в дозорах, и в иронии судьбы, когда там пробки вылетали, и там что-то, билайн, или какая-то реклама. Нет, конечно-то зрителя напрягает, причем продакт-плейсмент, он есть в американских голливудских фильмах, просто там научились это как-то делать очень деликатно, ну, появляется Ауди, ну, появляется там, я не знаю, там, iPhone, Sony, Samsung, но это как-то все не выпячивается, никто не выходит, не проговаривает. Что касается фонда кино, конечно, фон кино не может запретить, понимаете, там какая-то штука, вот господдержка, она не может превышать 70% от общего бюджета, будь это Минкульт или фонд кино, если это там, ну, бюджет фильма, там, не знаю, 100 миллионов рублей, то там это может быть 30 миллионов, обычно это доля еще ниже, то есть там фонд кино выделяет 20, остальные 60 миллионов продюсера должен найти или инвестора, поэтому многие используют продакт-плейсмент, но на самом деле продакт-плейсмент дает не очень большие цифры, почему его так назойливо используют, ну, потому что он по промо потом поддержку оказывает, как Сбербанк, например, елкам, и, ну, наверное, фонду кино неправильно что-то запрещать, наверное, просто сами создатели должны быть в этом плане более, ну, щепетильны, что ли, потому что зрители, конечно, когда приходят в кинотеатры, ему перед началом фильма показывают, там, блок пятиминутный, где-то и десятиминутный, просто рекламных роликов Кока-Колы, там, и так далее, и так далее, а потом еще и в фильме реклама, то, конечно, он как бы, вообще по поводу рекламы интересно, если вот там смотреть, например, да, YouTube, и как рекламирует, там, тот же Юрий Дудь, например, да, то есть там уже, в общем, понятно стало рекламодателям, что это нужно все делать с иронией, с каким-то стебом, чтобы, ну, меньше вызывать какого-то раздражения о фильмах, да, по-прежнему, к сожалению, вот это все немножко так, я думаю, что вот те же мужчины, они как бы покажут, что все-таки нужно как-то более, это аккуратно делать, но я не думаю, что это прерогатива фонда кино. И второй вопрос, если можно, еще тоже интересовала такая вещь, что вот почему фонд кино не поддерживает, допустим, режиссера Звягинцева взять, он поднимает в своих фильмах такие остросоциальные проблемы, но почему-то на государственную поддержку ему не приходится надеяться, и он как бы сам. Ну, там смотрите, какая штука, фонд кино поддерживает коммерческие проекты, то есть те фильмы, которые теоретически могут стать событиями, жанровые проекты, у которых высокий потенциал. Что касается авторского кино, с сильными авторами, то для этого есть Министерство культуры, и Министерство культуры поддерживает авторские фильмы, дебюты, на мой взгляд, дебюты нужно поддерживать намного активнее и больше, потому что за этим будущее российского кино, но это уже вопрос как бы к министру культуры, к господину Мединскому и его коллегам. Детское кино. Звягинцев — это, безусловно, авторское кино, как и фильмы Юрия Быкова, как фильмы Александра Сокурова, как фильмы... кто у нас еще? Там Борис Хлебников тот же, я не знаю, Николай Хомерики и так далее. Почему Министерство культуры не поддерживает Звягинцева? Мне кажется, это позиция на самом деле режиссера и продюсера Роднянского, что они не хотят идти в Министерство культуры, потому что Звягинцев — это уже такой бренд как бы общемировой, когда его фильмы стабильно участвуют на кинофестивалях, то там бюджет формируется за счет французских денег, итальянских, какие-то фонды, и у них, наверное, нет потребности. Это такая вот со стороны продюсеров демонстративное решение, что нам не нужен Минкульт. Фон кино — это вообще отдельная история, это про коммерцию, это вот туда, как бы это жанровое кино. Довлатова поддержали, там, Аритмию поддержали, Юрий Быков, по-моему, завод нет, но там тоже... Это вопрос как бы вот чиновников и творцов. Вот чиновники почему-то считают, что авторские фильмы не должны очернять Россию. Ну, то есть вот такие... Это как бы дискуссия, да? Я думаю, тут люди сидят, у каждого своя точка зрения. Должно ли Министерство культуры поддерживать фильм «Левиафан» или фильм «Дурак» Юрия Быкова? Должно ли оно критиковать как бы? Ну, на мой взгляд, это не проблема. Но у них другая точка зрения, это вопрос широкий, вопрос политики, чиновников, депутатов, это вот туда. Что касается фонда кино, там, ну, как бы, они поддерживают коммерческие проекты, у которых есть зрительский потенциал. Не всегда эти проекты... Там, понимаете, какая штука? Там есть поддержка кинокомпаний-лидеров и остальных кинокомпаний. Кинокомпании-лидеры, ну, они вот за счет, как бы, исторического периода сформировались, да? Их там 5-5-5-5-10 там компаний. И они уже сами внутри могут решать, что вот этот фильм, как бы, мы выдвигаем. И поэтому появляется случай, там, взломать блогеров, например, да? Ну, как бы, ну, абсолютно, как бы, да? Но они вот проходят... Ну, вот так случается. Но, с другой стороны, на один взломать блогеров, там, очевидный промах и кинокомпаний-базилевс, и... Ну, у фонда кино просто нет внутри просто. У них, как бы, компания-лидеры, они на то и лидеры, что за ними должна быть компетенция, чтобы такие фильмы не случались. Но на один фильм взломать блогеров приходятся легенды, экипаж, движение вверх, лёд. То есть те фильмы, которые зрители, ну, собственно, воспринимают. Если бы вы были бы не в сфере кино, какую бы вы профессию выбрали? Я в детстве мечтал быть футболистом и играл в футбол, поэтому, наверное, я был бы не спортсменом, а спортивным журналистом. А можно такой вопрос? На ваш взгляд, есть ли какое-то будущее у веб-сериалов? Это первая часть. А вторая часть — это... Как вы видите перспективу развития вообще кино, прокатного кино в интернете? Когда можно будет окупать через интернет и так далее? Я думаю, безусловно, будущее за интернетом, потому что появляются площадки, которые дают возможность самим... Ну вот я не знаю, у меня там есть племянница, и то, что она снимает в Инстаграме, как она... Это монтирует сама, как она с камерой как бы работает, с телефоном, да, фактически. Ну, безусловно, за этим будущее. Вопрос и Инстаграм-сериал, и веб-сериал, и есть площадки ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Проблема в том, что как это окупать? Ну, как окупать? Ну, вот есть Инстаграм Ирины Горбачевой или Кулика, который играл в Яхуде. Есть миллион просмотров. Приходят рекламодатели и платят. То есть если ты становишься популярным, то ты себя окупаешь. Это также и формат интервью. Ну, вот смотрят Юрия Дудя, ну, вот реклама у него востребована. На самом деле, это не только на нем все сходится. Там, если посмотреть, если это внимательно изучить, там очень много как бы других и блогеров, и журналистов. И тут как бы вопрос талантов, а окупаемость, ну, пока только за счет рекламы, потому что, ну, потому что у нас очень пиратство развито, и люди не привыкли платить за контент в интернете. Привыкли его смотреть бесплатно, и я думаю, что это будет очень сложно переломить. То есть не скоро будет, да, купаться? Мне кажется, с точки зрения покупки контента, ну, вот есть Иви, есть Старт, ОК, да, вот его мейл купил, сегодня была новость. Они, да, монетизируют, но все равно монетизируют тот же контент, который идет в кинотеатрах. Что касается Ютуба, Инстаграма, я думаю, что, ну, и других площадок, которые будут появляться, безусловно, все-таки это будет сложно переломить, потому что психологически люди уже привыкли к тому, что это должно быть бесплатно, что авторский как бы рекламу, да, они готовы потерпеть, но платить нет. И я думаю, что это, наверное, да, это такой вот именно, ну, психологически, ну, не психологически, но какой-то вот ментальный код, который сложно будет переломить, к сожалению, или к счастью, не знаю, наверное, у вас другая точка зрения. У создателей контента она, безусловно, как бы, ну, потому что это люди тратят три года своей жизни на то, чтобы сделать кино, и потом, когда его скачивают и смотрят в плохом качестве, пиратка, ну, конечно, это людям обидно, когда они, ну, там, но, с другой стороны, у зрителей всегда есть аргументы, если это качественно, то я, в общем, готов за это. Но там это долго тоже дискуссия, отдельная, наверное. Но отвечая на вопрос, я думаю, что это не скоро произойдет, когда, ну, вот, не за счет рекламы, а за счет просмотров это будет окупаться. Расскажите тогда, вот, вы говорили про гранты, про поддержку, если можно, через призму регионального кино. Что касается регионального кино, то, ну, как я говорил, фонд кино поддерживает коммерческое, жанровое, большое, высокобюджетное кино, комедии, фильмы-катастрофы. Минкульт поддерживает авторское кино, дебюты, детское кино, документальное кино. Но, мне кажется, безусловно, ну, и поддержки там примерно сопоставимые. Если говорить про фонд кино, то, если это независимый фильм, то там не более 60 миллионов рублей выделяется на один фильм. При этом зачастую там есть возвратные деньги. Ну, то есть, условно, выделяется 60 миллионов, из них 20 миллионов не возвратные, а 40 миллионов возвратные. То есть, если ты фильм снял, он заработал в прокате 10 рублей, то ты должен где-то взять эти 40 миллионов, которые ты брал у фонда кино. Там, на самом деле, все довольно жестко в этом плане, и люди там теряют имущество и так далее. Такой риск, как бы. Вот, у Минкульта все безвозвратное, но там суммы, вот, дебюты 25 миллионов рублей, авторское кино 30-40 миллионов рублей, семейное тоже примерно 30-40 миллионов рублей, но при этом бюджет на треть должен состоять из коммерческих или инвесторских денег. То есть, не только государственные, но еще и частные инвестиции. И мне кажется, как раз региональному кино нужно искать поддержку в Министерстве культуры. Если это дебют, то дебютное кино делать. Ну вот, благо, питчинги проходят сейчас довольно часто. Я сам в них участвую, в жюри в Петербурге, в Екатеринбурге, завтра в Казани. Это тоже школа, как бы, представление, потому что также в Минкульте тоже люди выходят и в формате пяти минут должны убедить экспертный совет, вот так как вы сейчас сидите, там сидят заслуженные кинодеятели России. Ты должен их показать презентацию, ролик, рассказать, почему этот режиссер достоин полнометражного дебюта. Ну и при этом, что самое сложное, вот проделать эту бюрократическую волокиту, собрать весь правильный пакет документов. Ну, это, в принципе, все возможно. А можно вот сразу... Смотрите, фонд же кино создавался, как бы, вот именно специально для коммерческого кино, для развития. А если так подумать, сделать какой-то, пускай это будет минимальный фонд регионального кино для развития именно в регионах кино, потому что так или иначе оно уже развивается. Якутия, там, я знаю, в Казани сейчас будет выходить. Какие-то достойные полные метры. Я сейчас говорю про фонд, когда не только дается на какие-то дебюты, да, либо на какие-то съемки, но хотя бы дается финансирование на нормальный маркетинг, потому что, как правило, режиссеры, которые снимают фильмы за свои собственные деньги, и у них, как правило, не хватает денег сделать нормальную рекламную кампанию, чтобы как-то хотя бы нормально прокатить свое кино. Ну, это две, как бы, две составляющие. Первое, все-таки, я повторюсь, фонд кино, ну, он поддерживает... Просто звучит как фонд, да, вот фонд, как бы... А он все равно поддерживает большое коммерческое кино. Вот то, о чем вы говорите, это все равно Министерство культуры. Да, вот в рамках Министерства культуры, наверное, можно было бы Мединскому и коллегам подумать, что авторское, дебют и детское, и региональное кино. Но, скорее всего, там на этот вопрос ответят, что есть внутри регионов свои бюджеты, что эти бюджеты правильнее выделять в конкретном регионе, потому что там вышла экспертиза талантов, профессионалов внутри. И это ответ на первый вопрос. А на второй вопрос по поводу рекламы. Ну, на самом деле фонд кино выделяет поддержку на рекламу не так часто, как на производстве. Это все возвратные деньги. То есть фонд может дать 30 миллионов на выпуск, но если фильм, опять же, собрал 0 миллионов рублей, эти 30 миллионов должен вернуть фонд кино. И понимаете, какая штука? Мое убеждение, что меньше 30-50 миллионов рублей нет смысла тратить, потому что ты все равно не пробьешься к зрителю. Нужно делать ставку на пиар, нужно делать ставку на смн, на социальные сети, ВКонтакте, посев ВКонтакте, паблики. Это все какие-то минимальные деньги. Вопрос, должен ли выделять фонд кино, я не знаю, 100 тысяч рублей, чтобы сделать рассылку по... Ну, возвратно, я думаю, что 100 тысяч. Они поддерживают региональные кинотеатры в малых залах. Но это там большие суммы. Чтобы выделять деньги на СММ, небольшую сумму для регионального кино, но я думаю, что недостаточно, что ли, уровень, объем. То есть, мне кажется, что касается поддержки, это, опять же, повторюсь, пиар, СММ, это более эффективно. Смысл тратить 2 миллиона рублей, чтобы... Ну, чтобы что? Все равно это как бы социальные сети, это те истории, которые просто нужно их делать самим. И даже те фильмы общенациональные, которые выходят... Например, «Аритмия», мы на «Аритмию» ничего не тратили, кроме логистики, и напечатали еще стенды. 250 тысяч рублей. Но это был широкий прокат, 500 кинотеатров. Если бы мы выходили в пяти кинотеатрах, мы бы и стенды не печатали. Сработало сарафанное радио. Фильм посмотрели на фестивале, на втором, на третьем, написали критики. И фильм стал жить своей жизнью. Сделали трейлер, да. Чтобы сделать трейлер, зачастую режиссер монтажа сам может сделать трейлер, если у него есть время и желание. А что касается, опять же, социальных сетей, понимаете, это раньше, 10 лет назад, можно было сказать, что... Опять же, на местах всегда есть муниципальные газеты, есть университеты. Чтобы договориться с каким-то университетом и повесить постер, напечатать постер один, это тоже... Ну, не будет же фонд кино выделять деньги, чтобы напечатать один постер. Или чтобы потратить 10 тысяч на рублей, чтобы в каком-нибудь паблике региональном сделали информацию. То есть это как бы... Министерство культуры, да, могло бы, но Министерство культуры, наверное, будет говорить, что есть Министерство культуры в конкретном регионе, которое должно этим заниматься. Мне кажется, нужно мыслить в этом плане шире и делать проект, который мог бы зайти в Министерство культуры как дебют, который бы в, я не знаю, там, альманах талантов, да, там, Татарстана, например, да, то есть пять лучших режиссеров, написали пять крутых историй. У каждого из этих режиссеров есть какой-то успех короткометражный до этого, получить эти все письма, гранты и сделать это, как бы, а не просить на поддержку, там, ну, короткометражного или там полного. То есть, мне кажется, вот все-таки важно делать шаг, ну, как бы, активнее, радикальнее. Друзья, у нас тайминг. Большое спасибо Николаю Ларионову, Леонову поаплодируем.